МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не остались в стороне. Наша республика направила более 60 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Голубое топливо в каждый дом, да еще и бесплатно. О том, как реализуется программа дагазификации в Дагестане, расскажем в выпуске. Трепетное ожидание, приятное волнение и предстоящие хлопоты. В этом году на святые земли из Дагестана отправятся около 10 тысяч верующих. Глава Дагестана прокомментировал инцидент, произошедший накануне на федеральном контрольно-пропускном пункте Герзельский. В своем телеграм-канале Сергей Меликов написал, что случай, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа. Руководитель региона ответил и на призыв главы Чечни Рамзана Кадырова принять меры к причастным. Я все же не могу допустить, чтобы эта ситуация каким-то образом бросила тень на мундир наших сотрудников МВД. Надеюсь, что мой коллега Рамзан Ахматович Кадыров не имел их в виду, когда говорил о некой постыдной провокации, потому что дагестанские сотрудники полиции по праву заслужили гордое звание блюстителей порядка. Меликов выразил уверенность, что инциденту дадут объективную оценку, и ситуация не скажется на отношениях республик. Дагестанские суд-приставы выдворили из страны 87 мигрантов. Все они нелегально проживали на территории республики. Теперь высланным иностранцам запрещено приезжать в Россию в течение пяти лет. Среди них граждане Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии и еще нескольких государств. Мигранты также привлечены и к административной ответственности за нарушение правил въезда в страну, за что полагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Дагестан направил более 60 тонн гуманитарного груза в Оренбургскую область. Напомним, что там введен режим чрезвычайной ситуации на фоне паводков, начавшихся в конце марта. Ситуация усугубилась после прорыва дамбы на реке Урал в Орске. В отправке приняли участие глава Кабмина республики, министры, представители МЧС, волонтеры благотворительных фондов и руководители крупных коммерческих компаний. В общей сложности из Махачкалы в зону бедствия пострадавшим направят 5 фур, куда войдут питьевая вода, средства личной гигиены, дезинфицирующие растворы и другие товары первой необходимости. Состав груза был согласован с руководством Оренбургской области. Это очень правильное решение, потому что беда не бывает чужой. Когда у людей такая ситуация, им надо помогать, им надо их кухонно поддерживать и потом, конечно, чем нужно. С начала апреля Ростельхознадзор по Дагестану проверил ввоз более 60 тонн растения водческой продукции. Тысячные партии поступали из Ирана, Турции, Азербайджана, Грузии и Узбекистана. В рамках проведения мониторинга импортного подкарантинного товара 28 образцов проб эксперты направили на оценку качества зерна. Превышения количества пестицидов выявлено не было. Кроме того, с начала года специалисты ведомства оформили на экспорт из республики порядка 700 тонн животноводческой продукции. В частности, баранины, рыбы, кишечного сырья, а также более 40 тысяч голов живого скота. В Дагестане продолжают подключать дома газовым сетям по программе социальной догазификации. Услуга уже воспользовались 5,5 тысяч заявителей. Среди них и герои нашего следующего сюжета. Моя коллега Салия Магомедова расскажет подробнее ей слово. Разрешите осуществить пуск газа. На этот раз с важной миссией подключения голубого топлива газовики пришли к семье Тимирхановых из Кармоскалы. Это настоящий праздник для хозяйки, потому что теперь она может не беспокоиться о погоде в доме. И как его еще отмечать, если не за чашкой чая с гостями на уютной кухне? В этих квадратных метрах супруги, воспитывающие троих детей, поселились в середине 2022 года. Они отапливали свое жилое помещение электрическими приборами, за что несли немалые расходы. Узнав о возможности социальной догазификации, Тимирхановы решили поменять привычный уклад жизни. Узнали о программе газификации соцсетей, обратились в нашу службу газовую, нам подсказали, какие комплекты документов нужно собрать. Собрали все комплект документов, сдали и в ближайшие короткие сроки получили заявку, одобрение заявки. А подали Тимирхановы документы на догазификацию под конец прошлого года. Специалисты компании заключили с ними договор, после чего бесплатно построили до границ земельного участка семьи 250 метров газопровода и установили оборудование. На сегодняшний день социальная программа пользуется высоким спросом у дагестанцев. У нас сегодня уже в республике принято порядка 10 тысяч заявок от жителей республики. Принято в работу у нас порядка 8,5 тысяч, 5,5 тысяч. Там владением мы уже обеспечили сегодня, техническую возможность для подключения. У нас создано порядка 100 бригад, которые сегодня работают, приобретена вся необходимая и спецтехника, и малая механизация. До конца этого года планируем реализовать порядка тысячу еще заявок. Дегазификация стартовала в России в 2021 году, а позже по решению президента страны стала бессрочной. Она позволяет гражданам бесплатно подвезти сети до своих домов в газифицированных населенных пунктах. Это все очень здорово, на самом деле, потому что, как бы ни было, газ в каждом хозяйстве, в каждой семье, он реально меняет жизнь, он упрощает эту жизнь, и что он, на самом деле, немаловажно удешевляет. Ведь людям уже не нужно придумывать, изобретать методы, способы о том, чтобы поддержать дома тепло, о том, чтобы дети не болели, о том, чтобы всем было тепло и комфортно, и просто элементарно гораздо удобнее готовить пищу, как минимум. Уважаемые дагестанцы, не ждите, а занимайтесь оформлением документов на землю, чтобы уже когда появится желтая труба у вас под окнами, вы могли быстро и просто к ней подключиться. К слову, подать заявку можно несколькими способами. Через портал единого оператора газификации или госуслуги, а также в офисах газовых служб и в МФЦ. Среди тех, кто теперь может воспользоваться данной услугой, и жители садоводческих товарищей. Их включили в дагазификацию после решения Владимира Путина о расширении действия программы. Соответствующее постановление принято правительством страны 16 апреля. Салия Магомедова, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов. Новости ННТ. Кумтаркалинский район. В преддверии сезона хаджи состоялось собрание с обслуживающим персоналом компании Марва Тур. На встрече затронули организационные вопросы предстоящего большого паломничества. Отметим, что команда Биг Сад – это работники, сопровождающие дагестанцев в Королевстве Саудовской Аравии на каждом этапе хаджа. Встреча в аэропорту, заселение и выезд из гостиниц, отправка в Мина и так далее. В этом году на святые земли из Дагестана отправится около 10 тысяч верующих. Марва Тур является официальным хаджи-оператором в республике. Она разработала для дагестанцев пять программ от эконома до люкс-класса. Принцип работы – все то же самое. Схема работы будет такая же. Даже районы проживания наших паломников будут те же самые. Большой группы людей мы в этом году отправим заранее, потому что, как вы сейчас, наверное, слышали, в этом году Саудове изменило сроки начала и завершения открытой визы. И последние визы мы получаем 29 апреля. Каждому мы дадим из вас чек-лист, что он должен делать, какие задачи у него есть. Нам надо находиться определенное время где-то. Нам надо определенное время где-то готовить что-то. Вот это все – это будет нашей работой. Дагестан в пятый раз примет всероссийский массовый забег по горной местности. Мероприятие пройдет 19-21 апреля и соберет около 2500 участников. Как и в прошлом году, спортсмены в зависимости от выбранной дистанции пробегут 15, 35, 65 и 120 километров по территориям. Лахского, Гунибского, Левашинского, Гиргебельского и Унцукульского районов. Самое массовое по количеству участников – 1000 человек – будет дистанция на 35 километров. 200 человек пробегут 120 километров. Ожидается, что на старт забега выйдут бегуны из более чем 50 регионов России. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также и в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин